Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как одеваться людям, которые работают в сферах, где не обязателен ни костюм, ни галстук, ни рубашки, а там, где люди могут одеваться, как они хотят. Речь идет о IT-сфере, о программистах, о мультипликаторах, о людей, которые не контактируют с внешним миром или эти контакты довольно условны. В глазах общества сложился такой стереотип, что IT-шники выглядят плохо и одеваются, как правило, нелепо. Сами парни от этого страдают, ведь им тоже нужно как-то социализироваться, как-то искать противоположный пол, заводить какие-то отношения, ходить куда-то, выходить, скажем так, в оффлайн. И в этом ролике я постараюсь дать какие-то рекомендации, как одеваться людям, которым не обязательно носить строгую одежду. Как видите, сам сегодня одет довольно легко и без строгих правил. Итак, те профессионалы, о которых мы говорим, скорее всего, работают сидя и проводят свой рабочий день сидя, может быть, полулежа. В общем, эти люди работают за компьютером. И для того, чтобы работать за компьютером, одежда должна быть удобной. Как правило, если описать среднестатистического айтишника, как он выглядит. Это какие-то удобные джинсы, скорее всего, растянутые от постоянного сидения в коленках. Это какие-то удобные кроссовки, возможно, спортивные, именно спортивных марок, типа Nike, Adidas, Under Armour и прочее-прочее. Футболка или худи с какой-то смешной надписью. Давайте будем рушить эти стереотипы и посмотрим, как человек может выглядеть по-другому. Например, если мы говорим о весенне-летнем сезоне. Как правило, для того, чтобы сидеть за столом, мы выбираем джинсы или какие-то даже спортивные брюки. Они могут быть разные. Есть спортивные марки, а есть специализированные марки, которые выпускают костюмы для тревела, для путешествий. И такие костюмы, например, делает бренд Capo Bianco. Вы можете посмотреть их сайты. Это замечательные люксовые костюмы, которые выглядят очень хорошо и достойно. Они сделаны из правильных, приятных тканей. В них удобно путешествовать. И в таких костюмах вы можете ходить на работу там, где у вас не строгий дресс-код. Или работать из дому. Или работать в каком-нибудь летнем кафе на летней площадке. Что касается джинсов, джинсы это отдельная тематика. Но если взвесить джинсы и хлопковые брюки, так называемые чины или брюки чинос, они намного удобнее, чем просто джинсы. В них удобнее сидеть за счет того, что посадка у них более низкая. И в области бедер у вас намного больше пространства. Поэтому я рекомендую вам присмотреться именно к брюкам чинос. Что касается верхней части туловища, лучше всего носить удобные футболки. Однотонные, без всяких принтов, без всяких дурацких надписей. Из хорошего хлопка с примесью шелка или кашемира. Самые известные серые футболки у Марка Цукерберга. Их производит бренд Brunello Cuccineli. И такие футболки стоят 400 евро на секундочку. Все в интернете говорят, что это H&M и он одевается в H&M. Да, у Цукерберга была даже коллаборация с H&M. И они сделали такую очень простую униформу. Синие джинсы, серые футболки. Но сам Марк в повседневной жизни выбирает футболки из замечательного хлопка с кашемиром. Поэтому что это мешает сделать вам? Что касается выходов в свет. Для вечера вы можете освоить кожаные куртки. Они выглядят круто, очень мужественно и привлекают внимание противоположного пола. В вопросах женщин, какие вещи на мужчинах им нравятся больше всего, кожаная куртка уверенно занимает одну из лидирующих позиций. Поэтому найдите себе правильную кожаную куртку. Носите ее с джинсами и с футболкой. Летом вместо футболки можно носить также поло. Поло это рубашка с коротким рукавом, сделанная из хлопка пике. Идеальное поло делает, конечно же, Бурнелла Кучинелли. Есть бренды попроще, типа Лакост с крокодильчиком. Здесь это всегда аккуратно, если правильно подобрать размер и подогнать ее по фигуре. Если вы крупный парень, она может быть длинновата, поэтому отнесите ее в ателье своему портному и пусть он ее немножко укоротит. Также удобным предметом одежды являются разнообразные жилеты. Зимой его можно носить сверху на тот же спортивный костюм, о котором я вам рассказывал. Летом можно носить более легкие жилеты, такого плана, как на мне сейчас, на футболку. Он защищает от ветра, не парит и может защитить вас от солнца, если у него есть капюшон. Можно носить разнообразные кепки, это тоже довольно удобные детали. В таком луке вам удобно добраться до работы и вы будете выглядеть достойно за рулем автомобиля или в маршрутке. Что касается обуви, вы так же как и я цените удобство, но обувь для спортзала пусть останется в спортзале. Есть очень много брендов, которые выпускают кроссовки, городские кроссовки, которые не менее удобные, чем те, которые мы носим для трекинга или для спорта. Поэтому выбирайте те кроссовки, которые максимально похожи на кеды. Они более городские и то, что для фитнеса, оставьте в сумке для фитнеса. Также альтернативой кроссовкам могут быть топсайдеры, чука бутс. Это очень неформальная обувь и она выглядит достойно и не будет вас напрягать своей классичностью. Также можно носить лоферы. Как сказал один мой знакомый айтишник, I hate this style, когда ему показал лоферы. Но тут каждому свое. Лоферы можно носить с темно-синими джинсами, можно носить с теми же брюками chinos, можно носить с рубашками, можно носить даже с каким-нибудь легким пиджаком. Я вас не агитирую, но хороший пиджак, хотя бы один, у вас в гардеробе должен появиться. Будет пиджак, будет повод, куда в нем пойти. Может быть, это будет свидание, может быть, это будет что-то еще. Если пиджаки вам совсем не свойственны, ну попробуйте себя пересилить. Вдруг это поменяет вашу жизнь, потому что девушки действительно любят мужчин в пиджаках. Если говорить о том, какой пиджак может быть единственным в вашем гардеробе, пусть это будет однотонный темно-синий пиджак. Этот цвет идет практически всем. Идеально комбинируется с огромным количеством одежды. И в таком пиджаке можно практически куда угодно пойти. Будь то ресторан, кино, премьера какого-нибудь показа, или, может быть, вы захотите пойти в театр. Синий пиджак это пропуск в любые двери. В одном из наших предыдущих роликов моя подруга и коллега Анна Чапыгина, она специалист по моделированию поведения, сказала, что есть старые деньги, есть новые деньги, различные дресс-коды. И креативная индустрия это как раз новые деньги, там где дресс-кода практически нет. То есть он еще не сформирован. Но через несколько лет будут строгие правила и будет понятно, как вам нужно одеться, если вы идете на собеседование в IT-компании. Я уверен, что в вашей карьере были интересные случаи. Вы можете написать о них в комментариях и скажите, важен ли по-вашему внешний вид для человека. Мы сейчас не говорим об опрятности, о каких-то посторонних запахах, потому что это является маст-хевом в нашем обществе. Я так надеюсь на то, что те, кто смотрит мой канал о каких-то условиях, о том, что одежду нужно стирать и химчистить, им не нужно об этом повторять еще раз. Но как свидетельствует фидбэк от моих друзей, эта тема немножечко наболевшая. Если вы не против, я задал этот вопрос двум своим друзьям. Как одеваются айтишники, что для них важно и чем вообще живет этот мир. Я вам прочитаю с телефона, что ответили мне мои друзья. Итак, первого из них зовут Дима. Он тоже является подписчиком нашего канала, частенько пишет комментарии. За все свои годы работы в IT я встречал только одного айтишника, кому вопрос стиля был важен. Иногда можно увидеть тех, кому важно хотя бы опрятно выглядеть и не допускать стыда в одежде. А так, проблема номер один айтишников в целом не волнует, как они выглядят. Не волнует, как выглядят другие. Поэтому можно увидеть и вьетнамки с короткими шортами в офисе, и резиновые тапки за 2 бакса поверх носков за 1 бакс. Отчего у меня кровь льется из глаз, пишет Дима. Поэтому первое, что я бы порекомендовал своей своре айтишников, что выглядеть стоит опрятно, мыть голову и не вонять, пишет Дима. Господи, такие находятся. Я, как правило, в лицо такое говорю и не терплю. Дальше стоит хоть какие-то азы в одежде понимать и уделять внимание внешнему образу. Человек растет. Одежда почему-то остается на уровне рюкзачка и футболки с принтом Рик и Морти. Интересно, кто такие Рик и Морти. Люди просто не понимают, что кому-то может не хотеться смотреть на их голые ноги. Одежда по размеру, даже этого не все понимают. Отдельного разговора стоят рюкзаки. За рюкзаки айтишники будут биться до последнего. Они с ними из утробы матери вышли. Ребята, это, наверное, так и есть. И ладно, если бы были хорошие рюкзаки с большим опытом насмотренности разных стайл-блогеров. Куда там за заявление, что рюкзаки не стоит носить, на ютюбе можно словить долю хейта, но и хайпа заодно. В принципе, я бы мог собрать айтишнику ненапряжный лук. Идея для рекомендаций. Все ниже изложенное обязательно сидеть, должно сидеть по размеру. Чистая однотонная хлопковая футболка. Уровень выше пола. Еще выше уровень хлопковые и линейные рубашки. Поверх однотонной футболки уже что душе угодно. Джинсовая куртка, рубашка, пуховик. Whatever you want. Джинсы. Аккуратные сникеры, а не спортивные кроссовки. Дима солидарен со мной. Часы можно от самых простых Casio V90, точнее F91W за 15 долларов. Оригинал на Амазоне и заканчивая Apple Watch. Но лично я бы рекомендовал не смарт-часы, но это долго разжевывать. Рюкзак, да, можно, но чистый дизайн, меньше деталей, непоходный и большой, плюс кожаный. Но кто из айтишников захочет выложить 500 тысяч долларов за кожаный рюкзак? Это что-то из области фантастики. Айтишники любят худи. О да, тут, конечно, дресс-код позволяет. Он вообще все позволяет. Но все же, пара рекомендаций. Носите ради бога, но если ему лет 5, и он не то чтобы заношен, а словно был снят с бродяги, такой носить не стоит. А сжечь сразу во славу сатане. Дима красавчик. Ладно, по делу. Худи лучше без принта. Чистый дизайн, однотонный, без катышек. И хоть бы каждому из них сказать. Есть одежда, кроме футболок. Аксессуары, кроме рюкзаков. Цвета, кроме черного. Штаны, кроме джинсов. Обувь, кроме кроссовок. Дима красавчик. Человек, который не работает в сфере фэшн. Он чистый айтишник. Очень талантливый парень и один из моих клиентов. Очень классный дал фидбэк. Итак, друзья, как вы думаете, Марк Цукерберг, Стив Джобс и Билл Гейтс. У них деньги позволяют выглядеть как угодно. Они выбрали для себя свой собственный стиль. И он практически не меняется. Почему так? Как вы думаете, почему эти ребята настолько укоренились в своем стиле и не хотят ничего делать? Напишите в комментариях. На этот вопрос у меня нет четкого ответа. Приведу еще одну цитату. Максим Перлин. Есть такой интересный пост в фейсбуке. Называется «Баленсиага против Дольче Габбана». Впервые я становлюсь свидетелем цикличности моды. И я не про то, что вновь модные джинсы, клеш и высокая талия. Итак, цикл был такой. Лет 15 назад мы все в какой-то момент страшно подсели и захотели носить шмотки определенных модных фирм. Главной, конечно, стала Дольче и Габбана. Дискварет и потом уже пошли Прада, Бербери среди фанатов на папины бабки. Это был прям шик. Армани, Айсберг и Ричмонд. Да-да, помните надписи на жопе белой краской? Я так и не смог их себе в юности позволить по деньгам. Луи Виттон и Гуччи, только в виде левых сумок у девочек. Экзотичные Этро, Ив Сен-Лоран и Пол Смит. Забавные Маскино. И важно то, что все эти бренды упали на нас как-то сразу, общим пакетом. И вот цикл начался. Начинали всегда модники. Подхватывали богатые дети, а заканчивали массы и рынок лужники. Да так массово, что модникам приходилось переходить на следующий этап. Выглядело это примерно так. Этап номер один. Подчеркнутое ношение. Большие надписи. Огромные бляхи на ремнях. Крупные логотипы брендов. Важно было подчеркнуть свою экспертность. Показать знания самого бренда, чтобы было наверняка понятно с 50 метров. Этап второй. Предыдущий этап для лохов. Настала пора паттернов логотипов, вязей и расцветок. То есть большая надпись уже нельзя. Но фирменная расцветка, узнаваемая клетка, крупный логотип без названия, кричащая подкладка, железная вставка на заднем кармане джинс. Все это должно было показать, что мало знать бренд. Модник должен считать его по символам. Этап номер три. Предыдущие этапы для дураков. У каждого свое крупное изображение и надпись «Надо знать, у кого что». Но это быстро становится известно. Яркие надписи «Этот дискорд», «Дольче Габбана», «Тонкий юмор» у «Маскина». Если и название, то маленькое, на груди и не больше мизинца. Четвертый этап. Предыдущие этапы для амбицилов. Время тонких намеков. Каемок на лацканах. Фирменные обрезки кепки. Узнаваемых цветных капель на джинсах. Название только на пуговицах или на небольшой бирке джинс. Все очень тонко. Понятно только тем, кто хочет приглядеться. Этап пятый завершающий. Предыдущие этапы для лохов. Время бирки на подкладке и все. Круто одет тот пиджак или пальто, которого можно увидеть в журнале или непосредственно в фирменном магазине. Все настолько тонко, что обывателю непонятно. На этом этапе остались только модники и эксперты. Потому что массам надо более однозначно и понятно показать свое желание быть в элитном вагоне. К чему это все? Не узнаете? Off-White, Wetmo, Balenciaga, Palm Angels, обновленный Gucci и Louis Vuitton. Но наблюдать это безумие и слезы детей за драгоценную и редкую майку гораздо забавнее, когда понимаешь, что будет дальше. Браво! Шикарный текст. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Друзья, единственное, что хочу добавить от себя, нужно одеваться не для кого-то, а для себя самого. Вам должно быть удобно, вы должны быть органичны вместе с собой. И если вам не нужно ходить в пиджаках, и вы не любите пиджаки, не надо себя заставлять. Но посмотрите на себя в зеркало. Если вы себе нравитесь, вперед. Если нет, посмотрите видео сначала. Итак, те люди, о которых мы говорим, у них, скорее всего, сидячая одежда. Хорошо, сидячая одежда. Давай еще раз.